делала сейчас ревизию маленькой в морозилке почему-то у меня вообще не расходуется это замороженная голубика не знаю я куда ее употребить смузи не люблю я наверное из нее сделаю эти кексы найду старый американский бабушкин рецепт блюбери маффинов и будет у нас сегодня выпечка к чаю здравствуйте дорогие мои зрители сегодня у нас 13 декабря погода на улице противная холодно моросит дождь и совсем не охота гулять охота сидеть пить чай есть маффины с голубика и смотреть джентльмены удачи давайте для начала посмотрим что нам там предлагает наш адвент календарь полетит и дворец чаев 13 число вчера у нас с вами был вкусный чай но не очень а сегодня я надеюсь будет что-нибудь без древесных нот потому что я сегодня и в аромате с древесным а ты несет но об этом я вам чуть позже расскажу номер 13 что у нас там у нас там тэнонг пуэр о 21 года урожая пуэр ну чай такой на любителя они бывают вкусные бывают не очень заваривать при температуре 90 градусов 4 минуты и пить его только днем потому что он сильно бодрит поэтому на ночь мы его пить не будем вообще пуэр обычно пахнет землей вот этот чай он не пахнет сама заварка не пахнет землей насколько я знаю пуэр отличается от обычных чаев тем что когда его раскладывают для ферментации она происходит неестественным образом а используется для этого специальные грибочки грибки которые подсаживают на эти листья и те ускоряют их созревание сейчас посмотрим что нам пишут пишут нам это гран крю это темный чай со специевым минеральным и землистыми нотами с явным вкусом умами и элегантной пудровой текстурой что такое пудровая текстура пока не попробуешь не поймаешь сейчас заварим узнаю этот цвет немного с розовинкой не знаю где они такие пуэры берут у меня есть пуэр такой китайский из китая таблеточках прессованный ни слова не на китайском вот здесь как будто бы земля прессованная землю завариваешь настолько у него землистый вкус этот настолько интеллигентный мягкие действительно прокатить бархатистая эта структура прям очень нравится но я бы никогда не подумала что это как вы видите наша комната красоты пополнилась очередным адвент календарем это nyx помады на 12 дней всякие разные там блески матовые кремы для губ мы его распакуем чуть позже начнем с отзывов на продукты из прошлых распаковок филипп и фрай в щен шампу шампунь с блеском навсегда это нас любимый магазин секс фифт и веню порадовал хороший шампунь у него светоотражающие частицы составе блесточки не знаю зачем это нужно но когда ванну принимаешь и эти блестки в воде растворяются и прямо плаваешь весь такой золотом песке искрящимся шампунь хороший густой концентрированный шелковистая пена промывается второго раза не до скрипа ну у него такая задача не стоит она стоит создать блеск на волосах блеск у меня и так есть на волосах так что дополнительного блеска он мне не дал но просто пользоваться приятно и главное что он экономный сел космет швейцарская профессиональная марка гель для умывания да он не пенится он очень легкий мягкий жиром не растворяет но если у вас нет макияжа жесткого то в общем такую легкую грязь с лица он смывает и его нужно оставлять на две-три минуты эффект появляется охлаждающий когда его подержишь и хорошо освежает лицо приятная вещь мицеллярная вода от кларанс попробовала понравилось не идеальная не растворяет прям сразу с первого раза все что есть у вас на лице но со 2 растворяет то есть два ватных диска и ваше лицо чистое отдушка приятная и растворяла я ей это мицелляркой тушь от кларанс которая мне тоже очень понравилось это четыре измерения там нет конечно никакой бесконечной толщины но объем и удлинение есть и она хорошо распределяется по ресницам не комкуется ресницы не надо расчесывать и не осыпается то есть я вчера мне проходила целый день и она не осыпалась у меня хорошая тушь довольно парфюмерия я за два дня умудрилась поносить три аромата от кларанс давайте уж закончим это новинка 22 года о экстраординар что-то у меня сегодня плохо с дикцией ничего экстраординарная вода она это не парфюм это спрей для тела на нем даже написано что это treatment fragrance то есть уходовый парфюм после душа наносишь на себя обильно желательно и спрея такого хозяйственно чтобы струя была мощная как вредителей опрыскивать то себя опрыскиваешь как ну никак вредителя но чтобы освежиться очень сильно и сидит на коже пахнет немножко цитрусами немножко имбирем немножко белыми цветами то ли ладыши то ли жасминчик и на коже усаживается легкими 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 горькими почулями точнее намеком на почули шлейфа нет но близко к коже пахнет приятно не сладкий думаю на жару там не знаю спортзал бассейн после бассейна точнее бассейн ничего не надо носить вот хорошая вещь но покупать наверное пока не буду спреев для тела у меня полно прекрасный люльем вчера я провела в нем полдня до вечера какой же он все-таки одно слово мне достойный аромат достойный реверанс в сторону классики но при этом без ретро звучание почули кожа ваниль вроде и нашли маристый но не шелемар нет вроде шанель кармандель но нет ни кармандель свой собственный и он настоялся он стал лучше почули резкие постепенно смягчились и появляется финале это самая ванильная легкая сладость точнее намек на сладость за которую вот можно пол царства отдать обожаю люльем но это унисекс да я на мужчинах его с удовольствием представляю я думаю что это аромат один из лучших из всей линейки эксклюзива еще один парфюм я вчера точнее сегодня уже перепутала вчера же я была в люльоне сегодня я в этом я сейчас в рехаб а ты не все начали у меня обнадежил прям сразу понравился приятные древесные ноты смолистые и сандал такой хороший несоленый хороший восточный древесно-смолистый аромат но как начал раскрываться на мне и вот он раскрылся и знаете превратился в сплошную горелую древесину я еще это называю запад бенгальских огней когда-то давно давным-давно когда я только начинала знакомиться с нишей уж я не знаю лет 15 наверное уже назад у меня был парфюм от алаи мари мюриэль да и по правильному говариваю это американская натуральная парфюмерия целиком натуральная и вот там один был парфюм вот копия раскрывался вот бенгальскими огнями кострищем но аромат и алаи они стоят по моему вдвое дешевле но и все-таки это откровенно инди парфюмерия то есть она не претендует ни на что а если пахнуть точно также такими же бенгальскими огнями но за 370 долларов пусть и в красивый квартал картонной подарочной упаковки в роскошном флаконе но для меня это случай звучит странно ну то есть еще одно разочарование так он звучит неплохо первые два часа но вот раскрывается не пойми как вообще забыла сказать конечно же напишите пожалуйста свои отзывы в комментариях на парфюм риха от и неси и сопоставим наше мнение думаю будет интересно не только нам ну что приступаем к распаковке нашего нового календаря судя по дизайну это что-то такое совсем for kids ну и пусть будет для детей нам то что так надо ножик взять ножик и нет пусть будет пилка но и что там ой 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 какая прелесть детский сад ой вы знаете наверное это будет хороший подарок какой-нибудь внучки или дочки что календарь что-то совсем бюджетная такая стилистика номер первый то у нас сегодня 13 уже 1 хорошие продукты у них дорогие и очень даже качественные что это у нас это у нас батар глаз масляный блеск какой цвет цвет у нас сурбей что это за сорбет сейчас посмотрим ну на своей отнюдь не детской губе я вам не буду показывать с вашего позволения но на руке с очень конечно сделаю а я это хороший оттенок хороший кораллово-розовый оттенок не такие идут а я в какое-нибудь видео в нем выступлю так сейчас понюхаю запах довольно нейтральный и это хорошо хочется его знаете попробовать честно говоря почему бы нет безвкусный слава богу не надо его есть и не надо его особо нюхать потом и в общем аромат ненавязчивый такой ну смотрите он довольно стойкий он и не размазывается хорошие уходовый бальзам с видно что с хорошей пигментации ладно варим собой не в комментариях уже девушки посоветовали его положить чтобы из него ничего не вываливалась но так не интересно интересно вот так 77 где у нас 13 коробочка тринадцатую коробочку я не вижу да я вижу сразу закрываем по добру по здорову пара ран 13 коробочка толщине у нас еще таких вроде не было я могу ошибаться а это опять молочко наверное для тела да нет это шампунь это шампунь с зеленой розой экстрактом камелии до масло камелии хочу понюхать пахнет хорошо пахнет прям очень хорошо свежо завтра попользуемся и вам все расскажем кларанс тринадцатая смотрит прямо на меня либо крем-либо помадка мой крем покажите что-то новое масвелд advanced понятно это моделирующий крем для тела для коррекции фигуры и вроде как антицеллюлитный разбивает какие-то подкожные упрямые жиры которые не желают разбиваться обычными кремами и массажерами ладно попробую я конечно сомневаюсь что крем может быть антицеллюлитным он хорош когда целлюлита нет когда мне было там лет 35 я мазала с этими антицеллюлитными кремами типа у меня так все сразу пропало теперь сейчас смотрю эти свои фотографии того времени господи этот скелет еще какими-то антицеллюлитными кремами можно себе куда же я его отставила не надо не надо не надо выходить из кадра и сакс 13 у нас прямо над 11 тоже большая коробка у нас здесь целых и у нас здесь целых два тюбика красивых рваных бумажках резаных ой питер томас рот вижу и второй тоже питер томас рот я люблю эту фирму она немного переоценена потому что она не совсем скажем медицинская но некоторые средства не очень удачные у нас опять крем для тела увлажняющий с 5 процентной гиалуроновой кислотой ой обволакивает ваше тело жидким облаком влажности пентавитин помогает задержать увлажнение на 72 часа ну хорошо а это что а это мгновенная подтяжка глаз и укрепление крем для век снимает отеки вот это мне интересно пойду прямо сейчас намажусь а потом скажу снял он мне отеки или нет сходила я нанесла этот крем вот сижу сейчас и мне очень странное ощущение кожа стянута натянута и очень сильно холодит то есть как будто бы пленка невидимый застывает он на коже что тут написано а так тут это и написано его нужно оставить от 3 до 7 минут до высыхания понятно это мгновенный эффект подтяжки косметический временный ботокс такой для фотосессий вы знаете ощущение не самые приятные хочу вам сказать за как будто бы действительно ощущение как после укола ботоксом вот в эти гусиные лапки когда ты не можешь сощурить глаза потом не можешь их закрыть ну не самые приятные ощущения честно говоря напишите пожалуйста у кого есть этот крем как вообще куда вы его с чем вы его и если от него какой-то толк пока мне хочется и усмыть первое желание в остальном у нас сегодня улов очень даже неплохой новый календарь на 12 дней от никс с косметикой для губ сегодня у нас масло масло блеск приятного кораллово яркого оттенка шампунь от сабон с экстрактом зеленой розы и с маслом камелии да и два крема для тела от клоранс антицеллюлитную укрепляющий кожу и увлажняющий от питер томас рот теперь к праздникам какие у нас сегодня с вами знаменательные даты и праздник день звонка в колокольчик день игры снежки с соседом день сожжение своих проблем записанных на бумаге день обучение новым навыкам также друзья мои ровно 52 года назад 13 декабря 1971 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм джентльмен удачи поздравляю всех родившихся в этот день 13 декабря желаю друзьям моего каждый день овладевать новыми навыками но не каждый день ну хотя бы регулярно вот я сегодня например овладела вот научилась печь маффины с голубикой освоила новый рецепт вместе с вами я с удовольствием запишу на бумажку все свои проблемы и с огромным удовольствием сожгу эту бумажку желаю вам поиграть в снежки с соседом я к сожалению этого сделать не могу соседи у меня конечно есть и не одни но вот со снегом проблема но за ваше здоровье я с удовольствием выключаю во-первых чин-чин и позвоню колокольчик все до завтра пока испеклись мои маффины кексы с голубикой он вид у них конечно такой стремноватый на изысканный наш вкус но это очень блюдо как сказать рустик такой народная пасходная это один из основных десертов плюбери маффин в америке так же как и банана брэд и чизкейк или там киллайн пай в общем один из таких вот классических американских десертов скорее попробуем маффин он еще не остыл но уже нет сил никаких терпеть пропекся вот сейчас прожую хорошо он пропекся и тесто нежное и хорошо что я положила сахара вдвое меньше нормы полстакана не стакан и штрейзл сверху с коричневого сахара с корицей прям такой хрустящий хрустящий в общем я довольна результатом думаю кое-кто будет доволен еще больше по-другому Субтитры сделал DimaTorzok